Всем привет, дорогие друзья! Я безумно рада видеть вас на моём канале, и сегодня вы попали на видео, ещё одно видео, марафон расхламления 2021, и сегодня мы находимся в спальне, и это видео будет посвящено уборке вот этого друга, так как я давно там не прибиралась, и там уже накопилось очень много всего, и всё находится в таком сумбуре, хочу что-то выкинуть, что-то отправить на переработку, в общем, будем сегодня с вами всё это разбирать. Кроме этого, хочу в этой комнате подшить шторы, и, возможно, сошьём с вами наволочки на подушке, декоративные, из ткани, которая осталась у меня за навесок. Сейчас я вам покажу результаты до, а после конкретно вы увидите уже в конце видео, так что обязательно оставайтесь и подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии, мне будет очень приятно. Итак, виновник нашего торжества это вот этот вот шкаф из Икеи, это Пакс, и обращайте внимание, что нет дверки крайней, так как когда мы заказывали этот шкаф, и в принципе до сих пор нет в наличии ни в одном городе, ближайшем к Москве, вот такой вот створки, это 25 см, здесь должно быть зеркало, но так как в магазине нет, купить мы не можем, пока живём с тем, что есть. Итак, сразу говорю, слабонервным отойти от камеры, кто не любит, как выглядят нижнее бельё, носки, купальники и вообще хлам. Ну, вот, значит, что мы имеем, это моя половина шкафа, она метровая, и здесь накопилось в принципе очень много всего, а здесь осталась частично тёплая одежда, что-то просто висит без конца, без края я уже не ношу, нужно всё это сейчас будет перебрать. Также здесь у меня сумки, возможно, выкину, возможно, уберу в другой шкаф, посмотрим, как я организую. Также у меня в шкафу хранится постельное бельё, здесь же зимняя одежда, которую я сняла с вешалок, но в итоге не убрала в полке, потому что здесь ещё и лежит летняя одежда, которую нужно повесить. В общем, мы будем сегодня с вами разбираться так конкретно. В чём проблема? У меня здесь вот просто куча всего навалено, и нужно это разобрать, и я думаю, большую часть выкинуть, потому что я это уже не одеваю. Здесь у меня тоже куча всего, но это нужно просто разобрать и более-менее всё сложить по категориям, чтобы я знала, что где у меня есть, потому что сюда уже начали прилипать какие-то купальники, полотенца, которых здесь вообще в принципе не должно быть. И последняя полочка, она у меня вообще какая-то такая непонятная по своему функционалу, потому что на заднем ряду у меня все тёплые кофты, которые я одеваю на дачу или на шашлыки, такие рабочие, в общем, тёплые кофточки. Здесь у меня шерстяные носки, изначально была спортивная форма, теперь у меня и спортивная форма, и купальники, тут, в общем, я вам говорила, что разбираться есть в чём, поэтому вот мой фронт работы. По поводу контейнеров, я ничего не покупала, буду делать всё из подручных средств, коробок, которые у меня есть, или, возможно, буду что-то сама делать, потому что тратиться, честно говоря, на такое неохота. Хотя вот вы можете заметить, что у меня есть вот 4 контейнера в первой выдвижной секции, вот, я их использую под разделение просто нижнего белья, носков и так далее. Вот, как-то так, я постараюсь, конечно, комментировать, что я делаю, но в конце видео я вам покажу конкретно, от чего я избавилась, что оставила и чему дала второй шанс, и покажу непосредственно уже результат после. А второе, что я хочу сделать, это подшить шторы, я их уже отрезала, чуть позже в кадре вы увидите, как я это сделала. Вот, также хочу постирать тюль и подрезать её, потому что она очень длинная, вы можете заметить, насколько, сантиметров на 40 точно. Вот, также мы сегодня с вами уберёмся, так как у меня здесь уже, как бы вам показать, и чтобы вы заметили. Ну, в общем-то, вот так вот видно, в таком же состоянии примерно полы, но хотя получше, потому что пылесосим мы часто, поэтому пыли не так много. Вот, по поводу наволочек, не знаю, получится у меня или нет, ставлю ли я в это видео, как я сошью наволочки, но я хочу поменять наволочку вот на этой подушке. Вот, я отрезала шторы, и у меня идеально ткань подходит под размер вот этих подушек. Я хочу сшить, так как у нас комната такая фиолетово-бело-розовая, пока без декора на стенах, вот, хочу сделать две фиолетовые подушечки. В общем, посмотрим, что у меня получится. Буду приступать. Ой, пожелайте мне удачи. Ой, пожелайте мне удачи. Ой, пожелайте мне у witchcraft. Ой, пожелайте мне удачи. Ой, все было. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ой, тюль я подрезала, хочу сказать, что эта тюль просто идеальная, так как ее не нужно подшивать, ее просто нужно отрезать, и дело за малым, все готово, вот, а со шторами, конечно, пришлось повозиться, но у меня все получилось. Вот так вот это выглядит с другой стороны, все красиво, аккуратно, и ничего не болтается теперь по полу. А вот что за кадром происходит, это та самая пленка, клеящаяся, которой я припаивала концы штор, вот у меня целая куча для остальных занавесок осталась, это мини-доска из икеи, это родительский утюг и ножницы, непосредственно которыми я подрезала тюль. Итак, показываю вам результат после, вот так вот выглядит в целом сейчас шкаф. Наверху у меня будущие детские вещи, здесь посерединке у меня теплые какие-то зимние, зимние кофты, которые одеваю там на шашлыки и так далее. Здесь обычные зимние вещи, там свитера, джинсы теплые, штаны. Здесь у меня полностью все летнее, распределяла праздничную, убрала в белый гофр, вы видели, а потом черное, светлое и цветное. На этой полке больше нет хаоса, оставила ткань для подушек, буду шить, надеюсь, скоро, не знаю, когда, на самом деле, сейчас уже нет сил и, честно говоря, желания это делать. Здесь я собрала сумки и шкатулочка с моими украшениями. Итак, первый ящик, я думаю, вы помните, какой был здесь беспредел, но сейчас у меня здесь получается мой халат для душа, здесь все пижамы, потом здесь вся домашняя одежда, которую я ношу. Ну, здесь нижнее белье, носки и колготки. В этом ящике у меня, получается, все низы сзади расположены от самого теплого к шортам и юбкам. Теплые оставила, потому что летом бывают вечера, когда хочется одеться потеплее. Здесь, соответственно, весь верх у меня и в конце платья какие-то домашние. Вот, и вверх также расположен от теплого к более прохладному. И вот в этот контейнер я убрала все свои ремни, которые у меня есть. И последний ящик, который у меня был полностью забит непонятно чем, я организовала в следующем образом. Вот тут вот сзади у меня остались такие походные черновые, так скажем, теплые кофты, которые можно взять с собой на шашлык вечером, еще что-то, что не жалко, если что запачкать или что пропахнет там костром. Здесь у меня плед для пикника, также полотенца, которые мы берем обычно с собой на водоемы. Здесь спортивная одежда, в пакет убрала специальный. И пояс для занятий фитнесом. Здесь поместила постельное белье, у меня пока один комплект. Вот, ну запасной один комплект, один сейчас на кровати. Здесь все мои пашиные купальники-плавки, наши очки, панамки и такая небольшая пара у меня там лежит. Вот так вот у меня все получилось организовать. Надеюсь, этого порядка у меня хватит надолго. Ну, по крайней мере, до зимы точно, потому что зимой буду опять все менять местами. Вот, также уже сейчас думаю, на самом деле, можно было бы докупить еще одну выдвижную секцию, потому что вот эта полка, она совершенно не нужна. Вот, тут бы, получается, была еще выдвижная, и уже можно было складывать больше туда вещей. Возможно, сумки какие-то, или не убирать наверх уже зиму. И можно было бы один оставить полностью зимний, другой летний, и просто остальное доставать на вешалки вешать. Но это уже в перспективе, это так, мои размышления. Как-то так у меня получилось. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если понравилось, обязательно ставьте лайк, пишите свой комментарий, как вы убираете зимние, летние вещи, и часто ли вы расхламляете свои шкафы. Я была очень рада вас видеть на моем канале. Всем большое спасибо за просмотр, и всем пока-пока!